Некоторое время назад наш ключевой менеджмент посвятил, наверное, полгода тому, чтобы договориться, куда организация движется, где мы видим себя в горизонте пяти лет. Какие мы, что мы из себя представляем, что является результатами нашей работы, что мы создаем для рынка. Появился такой блок, который называется «Миссия видения ценностей и целей Банка России». Это продукт, которым я особо горжусь, потому что это действительно плод коллективного творчества. И здесь я хотел бы обратить внимание на несколько пунктов. Блок, который называется «Видение». Здесь есть два аспекта. Первый блок – то, что Банк России – высокотехнологичный регулятор. Мы видим себя такими. И, собственно говоря, сейчас вы, наверное, видите, как меняется и структура, и подходы к работе внутри Банка России, что мы действительно трансформируемся в это направление. У нас утверждена новая IT-стратегия, которая полностью меняет архитектуру, ландшафт. Для меня еще важный момент, что это первоклассно подготовленный персонал. Это центр инвестиций. Стратегия отвечает на вопрос, на что мы тратим деньги и время, на что не тратим. Люди – это то, что для Банка является базовой ценностью, и мы готовы инвестировать необходимое количество ресурсов для того, чтобы создавать правильные решения, платформы. Мы серьезно пересмотрели внутреннюю систему обучения развития персонала. Мы запустили собственный корпоративный университет, который работает как на внутренней потребности Банка, так и на внешний контур. Мы создаем продукты для рынка в целом, при этом для рынка они абсолютно бесплатны. Там XBRL – новые стандарты отчетности, международные стандарты финансовой отчетности для некредитных организаций. Это то, что мы большим потоком запускаем на рынок. Это позволяет индустрию подтягивать до нужных принципов и стандартов работы. Ну и важный момент тоже из этого блока – сегмент ценностей. Это то, что объединяет нашу большую организацию в единое целое, позволяет нам правильно принимать решения и действовать скоординированно, вне зависимости от того, есть ли какие-то стандарты и регламенты. Это, наверное, самый сложный компонент был, потому что здесь базово договориться о принципах работы и взаимодействия внутри организации. С учетом того, что мы меняемся, важно, чтобы какие-то компоненты были, которые нас объединяют. У меня, кроме основной зоны ответственности, HR, закупки, недвижимость, есть еще дополнительно, вместе с Ольгой Николаевной мы руководим проектом по реинжинирингу банка. Собственно, все процессы, начиная от надзора и заканчивая внутренним документооборотом, в банке сейчас серьезную трансформацию проходит. У нас создан комитет, который возглавляет председатель. Все зампреды, главы департаментов увлечены в эту историю, владельцы бизнес-процессов, кураторы. Мы по косточкам разбираем все процессы, перекладываем их в новую структуру и, собственно говоря, видим, как это отражается прежде всего на рынке, чтобы с нами было комфортно, удобно работать, чтобы минимум было бумажного документооборота. Мы уходим в личные кабинеты, в то, чтобы качественно взаимодействовать с банковской и небанковской сегментами. И для нас это тоже вызов, потому что банку нужно перестраивать многое внутри, и платформы, и подходы к работе, и структурно. Я думаю, что если вы посмотрите, каким был банк 2-3 года назад и какой он сейчас, у нас ряд новых департаментов появились. Блок, который называется «Статистика Big Data», департамент финансовых технологий недавно отпочковался от блока проектов и процессов. У нас вчера, по-моему, коллеги анонсировали новый департамент информационной безопасности. И структура банка, в принципе, отражает нашу стратегию, то, куда мы движемся. И это очень важно. Это и касается наших региональных подразделений. У нас запускаются хабы, у нас создаются региональные центры развития, где будут находиться разработчики, которые создают программные решения. И это в целом поддерживает большую стратегию банка, функциональные стратегии, которые у нас есть в области HR, IT, финансовых рынков и так дальше. И в целом это отражается на тех активностях, которые мы предпринимаем. Один известный израильский профессор Ицхак Адизис говорит, покажите мне вашу структуру, я расскажу о вашей стратегии. Поэтому часто, глянув на стратегию любой организации, понятно, что для организации в приоритете находится растущая она, либо уже такая зрелая, поддерживающая, либо в процессе изменений. Вот, собственно говоря, Банк России очень серьезно меняется, и уверен, что через некоторое время все смогут это ощутить и почувствовать. Ну, это небольшой затравочный слайд. Собственно, к нашей тематике мы договорились с коллегами, что пойдем от общего к частному. И, в принципе, мегатренды, которые перед нами стоят для специалистов в области информационной безопасности, мы бы сегментировали еще, что это именно блок кредитно-финансовой сферы, потому что мы не сможем покрыть все компоненты и все направления деятельности и несколько блоков, которые выделяем. Прежде всего, мир становится очень волатильным, динамичным, и скорость изменений с каждым годом увеличивается. И нам важно понимать, как мы на эти изменения реагируем. Если раньше инновации запускались 3-5 лет, то сейчас это может быть год, несколько месяцев. И важно, чтобы организация правильно на это реагировала. Дальше. Цифровая трансформация бизнеса и диджитализация. Большой блок. Наверное, много об этом говорят. Но вот в прошлом году у нас еще один форум есть под эгидой банка России, называется «Финополис». Он в Сочи проходил до этого два года в Казани. И мы смотрели вместе с большими мировыми футурологами, как меняется финансовая индустрия. И вот Кинг, один из наших гостей, говорил, что в принципе через 5 лет банков в том понимании, в котором они есть сейчас, практически не будет. Многие уйдут в цифру, онлайн-платформенные решения и так дальше. Это один из трендов, который есть. Собственно говоря, вызов и для регулятора, и для всей финансовой индустрии, как мы на это реагируем. И есть обратная сторона, она критичная. Если мы все переводим в такие платформы и решения, то, собственно говоря, есть очень большие соблазны у киберпреступников, мошенников воспользоваться этими историями. Собственно говоря, должны все финансовые институты на это реагировать. На это в банке тоже есть подходы и решения. У нас финцерт запущен некоторое время назад, по-моему, в 2015 году. Сейчас он тоже активно развивается, набирает обороты и новые решения предлагает. Это тоже структурно, как мы на это реагируем. Еще важно посмотреть на угрозы, которые есть. Это увеличение кибератак в целом на индустрию и количество потерь, которые экономика теряет и компании теряют от этой темы. Цифра по миру в год порядка 1 триллиона долларов, которая звучит. Компании более требовательны к специалистам. У нас первая тема будет для обсуждения внутри, как работодатели чувствуют. Есть ли достаточное количество правильных игроков на рынке, выпускников высших учебных заведений, специалистов. Сложно ли привлечь этих специалистов к себе в организацию? Потому что мы посмотрели статистику по сайтам, по трудоустройству и так дальше. С одной стороны, там большое количество вакансий есть. С другой стороны, еще большее количество предложений, которые в виде резюме представлены. Но это говорит о том, что мы не всегда совпадаем. Предложения, которые есть из запроса от работодателей, могут не соответствовать друг другу. Здесь надо пообсуждать, почему это происходит. Но хочу сказать, ЦБ тоже занимается активным рекрутментом. Мы с рынка нанимаем много людей, студентов, выпускников, профессионалов в разных направлениях. И действительно, под те запросы, которые у нас есть, под наши требования, достаточно сложно найти специалистов нужной квалификации. И вот как раз эта дилемма и есть, что предложение есть, но оно не то, что нужно для организации и для компаний. Мы об этом обязательно поговорим. Ну вот, собственно, переходим в блок квалифицированных специалистов, их дефицит. И быстрая смена квалификационных требований к специалистам. Вроде бы прошел университет, бакалавриат, 4 года, еще 2 года магистратура и так дальше. А все уже поменялось настолько, что чему тебя учили все эти годы, уже не очень-то актуально. Как себя в тонусе поддерживать, как свою профессиональную форму держать в правильном формате. Это тоже большой челлендж для университетов и для выпускников также. Здесь тоже поговорим, как система высшего профессионального образования на это реагирует, что мы в этом направлении делаем. И необходимость актуального дополнительного профессионального образования, кастомизация этих учебных программ. Это тоже очень важно, чтобы чувствовать динамику рынка и предлагать те решения, которые действительно сейчас востребованы и необходимы. Это базовые параметры, потому что с моей точки зрения ДПО это важнейший компонент этой истории. И важно предлагать короткие качественные продукты, которые помогут специалистам дотянуться до необходимого уровня. Я знаю, что сейчас параллельно с работой нашего форума идет обучение, несколько дней, 72 часа сертификация по информационной безопасности. Это тоже хороший вариант, когда можно совместить и тренинговый формат, и конференц-формат. Это важно. Я бы хотел отметить, что в области дополнительного профобразования сейчас все больше появляется разных коллабораций. Часто вузы и не вузы объединяются для того, чтобы сделать какой-то образовательный продукт. Вот я сейчас смотрел по финтеку, делали коллеги Академия народного хозяйства, плюс Сколково, плюс несколько провайдеров. Вместе создают решение, которое позволяет, плюс кредитная организация. Это позволяет как раз создать программу, которая закрывает те или иные задачи. Это тоже, наверное, один из трендов, который я вижу, что касается сотрудничества. Потому что редко можно получить всю необходимую компетенцию и компоненты в рамках одного учебного заведения. Здесь наверняка будут такие партнерства, которые позволяют на эти задачи работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова